Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаемся стремителям массового не абсолютно любой вязальной машинке с нуля. Сейчас я вам покажу, как можно провязать такой двухцветный узор на основе перевитий. Узор выполняется очень просто. Выставляем в переднее положение иглы через шесть. Две иглы в переднее положение, шесть в рабочем. Две иглы в переднее положение, шесть в рабочем. Обязательно, если у вас машинка с нитеводом, включите рычаги частичного вязания. Узор вяжется из пряжи двух цветов. У меня только что были белые ряды, значит сейчас я провязываю два синих ряда. Рычаги частичного вязания включены, игла четко в переднем положении. Провязали. И теперь моя задача сбросить протяжки под иглы, потому что мне иначе будет тяжело делать перевитие. Бросили. Беру два одноигольного деккера и начинаю перевивать соседние иголки. Перевиваем хитро. Я беру, видите, у меня основные синие, белые, отделка. Вон они там торчат, две петельки. Так вот, задача сделать так, чтобы отделочная петля первой поменяла место. То есть сначала отделочная, ее будет видно с лицевой стороны. Потом на ее место опускаем основную. Сняли. Сначала отделочная, потом на ее место основную. И получается, что отделочная петля у меня расходится в стороны, основные собираются вместе. То же самое дальше. Снимаю две петли. Основную отделочную. Сначала отделочная меняет место, потом на ее место встает основная. То есть моя задача развести отделочные петли в стороны. За счет этого создается косичка по лицевой стороне. И все. Это, собственно, и есть весь рисунок. Мы каждый раз разводим отделочные петли в стороны. Сдаваю перевитие. Если бы я не убрала протяжки, мне было бы это делать тяжелее. Так они у меня находятся внизу и совершенно не мешают. Перенесли все петли. Теперь выставляем по этому же самому рапорту 2 через 6 иглы в переднее положение. Между белыми. Вот беленькая и вот беленькая. Между ними две иглы. Выставляем их вперед. Вот беленькая иголка и вот беленькая. Между ними две петли. Получается две в переднем положении, шесть в рабочем. То есть мы выставляем средние петли, которые у меня работали. И меняем цвет. Меняем нитку на беленькую. Иглы четко в переднем положении. Провезаю два ряда. И выполняю то же самое. Сначала сбрасываю протяжки. Со всех иголок. Чтобы было удобнее перевивать петли. Потом беру второй одноигольный декер. И перевиваю петли так, чтобы у меня... Теперь уже основная будет белая, отделочная, синяя. Так вот, чтобы отделочная попала в сторону, основная на ее место. Основная теперь белая, синяя отделочная оказалась внутри. Так вот, отделочная петля в сторону, основная на ее место. И так далее. После того, как я перевиваю все петли, ставлю в переднее положение средние две иголки, меняю цвет, провязываю два ряда и так далее. То есть, это и есть этот рисунок. Если вы поставите, выставите петли с другим разбором, иглы с другим разбором, будет другой эффект. Если вам интересен такой рисунок, попробуйте. Если вам понравилось, нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями. А также подпишитесь на мой канал, чтобы быть курсом всех обновлений. Обязательно приходите по вторникам и четвергам на наши бесплатные вязальные посиделки. И до встречи в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Ваша Наталья Некрасова. Продолжение следует...